Всем привет ребята, меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новое видео. Это видео внеплановое, потому что работал я совершенно над другим выпуском, когда чисто случайно узнал о двух грядущих событиях в этом месяце, которые потенциально могут обвалить биткоин на краткосрочной перспективе. Да, обвалить, это грустно слышать, но об этом нужно знать. И хотя мы верим в рост криптовалюты на длинной дистанции, мы не можем игнорировать такие события. И нужно быть к ним готовыми. Кстати, выпуск я готовлю на тему того, почему криптовалюта на данный момент очень недооценена и почему на длинной дистанции она будет расти. Но сегодня поговорим про короткую дистанцию. Начнем с того, что сейчас поддержка для биткоина находится в диапазоне от 28 700 долларов до 30 000 баксов. Цена биткоина пытается сломать его с 19 мая этого года, то есть уже 46 дней. Очень важно удержать эти уровни, но два следующих события могут повлиять на пробитие цены вниз. И ты должен об этом знать. Первое событие связано с тем, о чем мы уже когда-то давно упоминали. Это процентные ставки ФРС США. Мы говорили, что если ФРС их подымет, то криптовалютные рынки могут познать боль краткосрочного падения. Почему же? Да потому что цена актива и доллара связаны. Увеличение ставки выше прогноза усиливает доллар, а ставка же ниже прогноза становится негативным фактором для американской валюты. У нас уже было решение ФРС США по ставкам в июне, мы еще поговорим об этом позже. Но следующая дата решения по ставкам ФРС назначена на 28 июля в 14 часов дня. Это будет дата решения по ставке ФРС США. Часики уже тикают. 24 дня, 7 часов и 6 минут. В июне этого года ФРС уже проводила собрание по этому вопросу и решила начинать повышение ставок в 2023 году. Кстати говоря, Международный валютный фонд тогда сказал, что ФРС может потребоваться поднять ставки уже к концу 2022 года. ФРС организовала банковское голосование за то, стоит ли поднимать ставки уже в 2022. Что же произошло с долларом и биткоином после этого заявления? Индекс доллара сразу же начал крепнуть после вот этого продолжительного и брутального ослабевания. Биткоин же на этом фоне потерял почти 31% на краткосрочной перспективе. На этом графике наложена цена биткоина и индекс доллара. И мы видим, что на заявлениях ФРС США вот здесь только лишь о намерении поднимать ставки доллар укрепляется, а биткоин падает. На самом деле не только биткоин. Монетарная политика штатов влияет на все активы, которые торгуются к доллару. Доллар всегда растет на намерениях ФРС ужесточать эту политику. Как ты помнишь, мы уже говорили о банковском голосовании, о поднятии ставок не в 2023, а в 2022. В ближайшую среду планируется публикация протоколов с количеством голосов банкиров, который выступает за рост процентной ставки. Если за этот рост выступит больше 7 членов ФРС, нам придется ожидать усиления доллара и обрушения биткоина. Опять же краткосрочное. Следующее событие изображено на этом графике. Оно связано с разблокировкой акций биткоинов Grayscale Trust. Очень масштабная разблокировка биткоинов будет в районе 21 июля. Что же это значит? Это значит, что уже в 20-х числах июля инвесторы, которые купили биткоин в декабре 2020 и январе 2021 смогут получить доступ к своим инвестициям, которые сейчас заморожены в акциях Grayscale Биткоин. А значит потенциально они могут их продать. Почему они скорее продадут, чем будут их держать? С декабря прошлого года они наблюдали, каких инвестиций растут и дают прибыли. Но не могли их продать, ведь они были заморожены в Grayscale. И даже несмотря на недавнее падение, их прибыль все равно составила более 100%. Это 100% за полгода и скорее всего инвесторы захотят зафиксировать ее. Своё решение компании Grayscale они должны сообщить уже на следующей неделе. Либо будут оставлять акции, или будут продавать. Возвращаясь к этому графику, мы видим, что это около 16 тысяч биткоинов. Именно столько может быть потенциально продано после разблокировки. И напоследок, ребята, несмотря на все краткосрочные колебания главной криптовалюты, даже потенциально ужасающие крахи меня не беспокоят. Я до сих пор верю в криптовалюту. Я знаю, что это перспектива, которой больше ни один вид активов не может предложить. И 4 года жизни, которые я полностью посвятил криптовалюте, это самое главное доказательство моих убеждений. То, что я не покинул этот рынок в 2017-м, говорит обо всем. Увидимся в новом выпуске, в котором я расскажу, почему криптовалюта обязательно вырастет так, что все пожалеют, что не купили ее раньше. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, ставь лайки, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok